Даша 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 Затаив дыхание, открывала окно своей комнаты и слушала это волшебство. Как же красиво он пел песни, которые сам и написал ради нее единственной. В каждой ноте, в каждом слове звучала его любовь и преданность. Каждое утро она находила свежие цветы у своей двери, всегда разные и красивые. Словно Эдуард стремился показать весь мир через эти букеты. Он долго угадывал, какие цветы ей понравятся больше всего, пока однажды не подарил ей букет орхидей. Даша задержала взгляд на этих утонченных цветах, и ее глаза засияли. Он понял, что нашел идеальные цветы для нее. С тех пор он дарил ей только орхидеи, символ их уникальной и нежной любви. Девушка тогда думала, что так будет всегда. Она верила, что их счастье не будет знать границ. Ну ладно, может и без ежедневных орхидей, но непременно всегда вместе с любимым. Она представляла себе их будущее исключительно в светлых тонах. Каждый день рядом с ним проводить все свободное время вместе. Делить радости и печали, поддерживать друг друга во всем. Разве не это настоящее женское счастье? Жить в мире, наполненном любовью, где каждый момент — это полная гармония двух любящих сердец. Она сразу согласилась на его предложение руки и сердца. Ведь так долго ждала этого. На свадьбе Даша была такая счастливая, что буквально светилась изнутри. Это было видно всем окружающим. Счастливый Эдуард лишь переспрашивал у своей красивой невесты. «Теперь ты точно моя? Навсегда?» И она счастливо улыбалась и утвердительно кивала головой. И нежно только отвечала. «Пока смерть не разлучит нас». После свадьбы пара сразу стала жить отдельно от родителей. Родители Эдика три года назад купили ему квартиру и даже обставили ее современной мебелью. Жилье оказалось еще и недалеко от офиса, где третий год работала дизайнером Дарья. Там же работала и ее лучшая подруга из института — симпатичная Верочка. Правда, проработала здесь Вера совсем недолго. Она вышла замуж и переехала к мужу в соседний город. На свадьбе у Даши Вера, конечно же, тоже присутствовала. Когда она родила дочку, то даже назвала ее Дашей в честь своей любимой подруги. Затем их пути разошлись, но они продолжали общаться, часто созванивались и делились подробностями из жизни друг дружки. Даши квартира мужа очень понравилась. Такая большая, просторная и уютная. Она уже представляла, как ловко будет обустраивать семейное гнездышко, покупать красивые шторы, подбирать симпатичные пуфики и наполнять кухонный гарнитур дорогой посудой. Единственное, с чем она не соглашалась в душе, это то, что одна из двух комнат была полностью забита музыкальными инструментами. Но поскольку Эдуард был музыкантом, вольным, так сказать, художником, как он себя называл, и одновременно руководителем группы, которая все время находилась в поисках своего репертуара и аудитории, ей приходилось мириться с этим. Других вариантов просто не было. Денег от выступлений группы не было. Они только тратились на транспортировку оборудования и студийные репетиции. Также Даше не очень нравилось то, что большинство времени муж продолжал проводить со своими коллегами по музыкальной группе. Для них было нормой репетировать до самой ночи, а затем пойти в какую-то пивнушку и просидеть там до утра. Казалось, что для Эдика в жизни ничего не изменилось. Разве что в квартире появилась женщина, которая всегда вкусно накормит, уберет и постирает. Такая себе бесплатная горничная со штампом в паспорте. Параллельно Эдуард зарабатывал нерегулярными подработками, разбирая компьютеры и ремонтируя их. Или изредка что-то там непонятное программируя. Пока были деньги, подаренные на свадьбу, и пока Даша не вышла в декрет, особых материальных трудностей они не испытывали. На все необходимое средств было достаточно, только вот самого Эдика супруге не хватало. Он почти каждый день до ночи то репетировал, то занимался организацией выступлений. Все чаще эти занятия мужа проходили в барах, потому и домой он приходил с характерным запахом алкоголя. А Даша его вечно ждала, хотела покормить вкусным ужином и просто поговорить по душам. Она читала когда-то, что беременная женщина становится капризной и старалась себя сдерживать, чтобы не казаться таковой. А ведь уже тогда прозвенел первый звоночек. Эдик и его рок-группа шли одной дорогой, а Даша совсем другой, параллельной. И по простейшим законам геометрии они никогда не пересекутся. Когда жена впервые попросила мужа помочь ей просто погулять с ребенком, а она хотя бы полчасика поспит и отдохнет, он взглянул на нее с искренним удивлением. И как я, по-твоему, должен стать всемирно известным музыкантом, если ты мне не даешь реализоваться, сетовал муж очередной раз, или ты не хочешь, чтобы я был успешным? Если хочешь, то помогай, и не нагружай меня разной и до смерти скучной чепухой. Даша осознала, что даже с рождением сына ее супруг не изменится. Он продолжал вести привычный образ жизни, отодвигая семью на второй план. И ему очень не нравилось, если Даша прямо указывала на это, поняв, что ее семейная жизнь стала совсем не такой, какой она себе представляла. Молодая женщина решила открыто и откровенно поговорить с мужем. Этот разговор должен был решить всю их дальнейшую жизнь. Ведь дело совсем не в том, что он перестал дарить ей цветы и устраивать романтические сюрпризы. И не в серенадах дело, которое он любил раньше петь под ее балконом. Все дело в том, что Эдуард полностью игнорировал наличие семьи. Игнорировал сына Димку, который тянул ручки к папе, в надежде, что тот, наконец, обратит на него внимание. Игнорировал супругу, которая также нуждалась в надежном и сильном мужчине, в добытчике и опоре семьи. Но этому разговору не суждено было случиться. Родители Даши попали в страшную автомобильную катастрофу. Ее отец погиб еще до приезда скорой помощи, а мама умерла в больнице. Не приходя в сознание, Даша чувствовала полный ступор. Подготовка к погребению, сама траурная церемония поминки, было много людей и было много хлопот. Она не могла даже поплакать и выпустить ту боль, которая съедала ее изнутри. На руках был сын, и он требовал ее внимания. И Даша решила, что для скорби еще будет время. А сейчас нужно заняться формальностями, чтобы достойно провести родителей в последний путь. Квартира родителей по наследству досталась Даше, ведь она была единственным ребенком в семье. Эдуард, как ни странно, все это время ее поддерживал и сочувствовал ее утрате. Даже подарил несколько раз орхидеи. Даша подумала, что в их семейной жизни произошли кардинальные изменения. И очень радовалась этому. Наивно надеясь, что супруг наконец-то изменился и будет теперь полноценным родителем и заботливым мужем. Но как же глубоко она ошибалась. Как оказалось, все знаки внимания со стороны Эдика были с корыстными целями. Спустя несколько месяцев он начал осторожные разговоры о том, что было бы неплохо продать квартиру родителей. И купить на вырученные деньги небольшой минивэн или микроавтобус. «Солнышко, ты не переживай», — уверял муж Дашу. «Я перепишу автомобиль на тебя, но пользоваться им буду сам. Ведь нужно ездить на репетиции и на гастроли». Даша лишь посмотрела на мужа удивленным, безнадежным взглядом. Какие еще к черту гастроли? Она с трудом подавила рвавшийся из груди смех. Единственное, на что был способен ее муж, — это выступить на корпоративе какой-то небольшой местной фирмы. Но иногда его группу приглашали выступить еще в местном клубе, а дальше их маленького городка они никогда и не ездили. Но муж был таким убедительным и так уговаривал, что Даша в конце концов сдалась. «Ты же понимаешь, любимая, что у нас не получается выступать по всей стране, как раз по причине отсутствия транспорта. Ну как мы со всем оборудованием и музыкальными инструментами будем ездить? Не на поезде же или на автобусе? Не для того же мы столько работали, репетировали, чтобы сейчас вот так профукать такой шанс стать знаменитыми». Под давлением мужа Даша согласилась продать мамину квартиру. На вырученные деньги они купили подержанную, но в очень хорошем состоянии иномарку. А затем все стало так, как было и до похорон. Эдуард снова забыл о существовании семьи. Он просто катался на машине, пропадал на репетициях. А Даша все время находилась с сыном, у которого начали резаться зубки. Малыш так жалобно плакал, мало спал, отказывался от еды. Эти бессонные ночи просто обессилили молодую женщину. К тому же, как оказалось, денег уже не хватало ни на что практически. Сейчас они втроем жили на деньги, которые государство выдавало в качестве помощи на детей. Даша была в полном отчаянии. Она не знала, как поступить и что делать, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации. Помочь было просто некому. Родителей нет, родственников тоже. Есть какие-то далекие, но они никогда не интересовались ее жизнью. Да и кому она нужна с ребенком, у каждого своя жизнь. И тут выручила подруга. Вера позвонила как раз тогда, когда, изможденная очередной бессонной ночью, Дарья горько плакала, укачав, наконец, сына. «Привет, Дашуль. У тебя почему такой грустный голос? У тебя все в порядке?» «Ой, Верунчик, даже и не спрашивай». Не в силах совладать с эмоциями, Даша снова расплакалась. «Так, подруга, сейчас же идешь на вокзал и берешь билеты. Себе и ребенку. Мы с мужем и детьми собираемся полететь за границу, отдохнуть немного. Ведь со дня свадьбы никуда не летали. А сейчас появилась возможность, мужу дали долгожданный отпуск. И ты меня очень выручишь, если побудешь у нас с Димкой, присмотришь за домом и нашей собакой. Ты не бойся, у меня спаниель Ритчи, он смирный и ласковый. Спасибо тебе, подруга. Я только сейчас поняла, как мне нужен отдых. От этой квартиры, от рутины, от Эдика. Я уже не выдерживаю. Снова всхлипнула Даша. Ну, хватит лить слезы. Беги на вокзал, пока билеты есть. И собирай минимум вещей. У нас детских много осталось. Там в холодильнике и питание есть, пюрешки там всякие детские. Так что приезжай немедленно. А потом я вернусь, и мы с тобой про все это поговорим. И заодно решим, как тебе быть дальше. Может, и не нужно будет тебе никуда возвращаться. Здесь останешься. С жильем и работой поможем. Тебе нужно только приехать. После разговора с подругой Дарья быстро собрала вещи. Затолкнула кое-какую одежду в сумку. Написала мужу записку, что она уехала к подруге. А вот куда именно, ему не нужно знать. И добавила в конце, что подает на развод. Дальше Дарья проверила, все ли документы взяла. А также нашла свое водительское удостоверение. Взяла сына и пошла к тому самому минивену, который только под утро во дворе припарковал ее муж. Сам Эдик был на очередной подработке. Не автобусом же ей ехать, тем более с маленьким ребенком зимой. Но Даша совсем не учла, что автокресло самостоятельно прикрепить сложно. А на улице был сильный мороз, который только становился сильнее. Закрепив, наконец, кресло с сыном, она села за руль, завела машину и облегченно выдохнула. На выезде из города остановилась у заправки, пересчитала наличку, и заправила полный бак бензина. Пока была несколько минут на улице, совсем замерзла. Не додумалась надеть шапку и перчатки. Хорошо, что Димке не холодно в машине, ведь работает печка. Даша завела автомобиль. Наконец-то ей понадобились водительские навыки. Она проехала километров десять от заправки. Как вдруг двигатель заурчал и машина остановилась. И дело было совсем не в бензине, ведь она заправила полный бак. Что-то другое стало причиной остановки. А что именно Даша понять никак не могла. И вот как назло машина заглохла относительно далеко от ближайшего населенного пункта. Даша принялась звонить в аварийную службу, но связи тоже, как назло, не было. Пришлось выйти из машины и просить о помощи у проезжающих мимо водителей. Но трасса была абсолютно пустой, а те несколько автомобилей, которые проехали, даже не остановились. Даша была снова в полном отчаянии. Вот уже три долгих часа прошло, а так никого и не удалось остановить. Еще и снег пошел, и видимость на дороге серьезно ухудшилась. Наступил вечер, стемнело, и тьма окутала все вокруг, как тяжелое покрывало. Дашу охватывало беспокойство. Если сейчас проснется Димка, она даже не сможет его покормить или дать воды, ведь в спешке забыла дома все необходимое. Даша чувствовала, как слезы подступают к глазам. Отчаяние и страх за сына захватывали ее разум, не давая ни секунды покоя. В этот момент ей казалось, что выхода нет, и мир сужается до бесконечной черной пустоты. Но тут вдруг, словно чудо, слабые огоньки фар вынырнули из кромешной тьмы, нарушая ее безысходность. Даша увидела, как свет отражается в дорожной пыли. Сердце забилось быстрее, и к горлу подкатил ком. Ей было все равно, кто ехал в этой машине, главное, чтобы их спасли. Не раздумывая ни секунды, она буквально выбежала на середину дороги и начала отчаянно махать руками, стараясь привлечь внимание водителя. Даше казалось, что каждый ее взмах — это крик о помощи, который долетает до самих небес. Внезапно мощный внедорожник остановился прямо перед ней, и его свет осветил напуганное женское лицо и дорогу впереди. Из машины вышел молодой мужчина. Его красивый силуэт четко вырисовывался на фоне фар. Он подошел к Даше с озабоченным выражением лица, и в этот момент она почувствовала, что спасение совсем близко. Мужчина внимательно посмотрел на нее и, уловив ее беспокойство, тихо спросил. «Девушка, что у вас случилось? Что же вы посреди дороги стоите и руками машете? А если бы я ехал на полной скорости? Вы хоть думаете, что творите?» У Даши от холода стучали зубы. Она не могла ответить внятно. «Там у меня в машине... Там мой ребенок! Он совсем уже замерз и кушать хочет, а я забыла его еду взять с собой. Машина моя вдруг остановилась. Не знаю даже почему. Бензин есть, а завести никак не могу. Помогите, пожалуйста!» Мужчина подошел к автомобилю Даши и, заметив проблему, тут же позвал своего водителя. Они совместно принялись за дело и быстро выяснили причину поломки. Оказалось, что всего-то и нужно было немного времени и пары умелых рук, чтобы устранить неисправность. Всего 10 минут, и машина снова в исправном состоянии. Даша со вздохом облегчения искренне поблагодарила своего спасителя и уже собиралась продолжить свой путь. Однако незнакомец, заметив, в каком она взволнованном состоянии, предложил ей пересесть к нему в джип вместе с сыном. Он объяснил, что они едут в один и тот же город, и предложил, чтобы его водитель сел за руль Дашиного автомобиля, а он сам поведет свой джип. Даша на мгновение задумалась, но быстро поняла, что это предложение действительно разумно. Ее машина сильно остыла, и Димка не должен простудиться в таком холоде. С благодарностью приняв предложение, Даша пересела в теплый салон джипа, держа сынулю на коленях. Теплые сиденья, мягкий свет приборной панели и уверенная манера вождения незнакомца сразу успокоили ее. Она чувствовала, что все будет хорошо. Димка, уютно устроившийся на руках у матери, вскоре уснул, а Даша с радостью наблюдала, как ночь за окном постепенно уступала место рассвету. По дороге они познакомились. Оказалось, что ее спасителя зовут Антон. И он направлялся в гости к своим родителям, которые недавно переехали в этот город. Антон рассказал, что его отец открыл здесь филиал своей фирмы, а сыну в придачу к бизнесу купил еще и шикарную трехкомнатную квартиру. Антон рассказал, что часто навещает своих родителей, несмотря на свою занятость. Он признался, что до сих пор не женат, так как все силы и свободное время посвящал работе. Да и женщины, которых он встречал на своем пути, часто оказывались лишь охотницами за чужими деньгами. Как только узнавали, что он обеспечен, их отношение изменялось, и они начинали искать выгоду для себя, пытаясь выторговать как можно больше материальных благ для себя любимых. Это сильно разочаровывало Антона. И он совсем не спешил связывать свою жизнь с кем-либо из них. Родители Антона давно мечтают видеть своего сына устроенным в жизни и женатым. Они хотят понянчить внуков, наслаждаться семейной идиллией и быть уверенными, что их сын счастлив и окружен любовью и заботой. Антон хорошо понимает их чувства, но пока не встретил ту единственную, кого мог бы назвать своей судьбой. Слушая его рассказ, у Даши непроизвольно вырвалось. «Не спешите жениться». Антон внимательно посмотрел на свою собеседницу. «А почему вы так говорите? Неужели и вы обожглись с семейной жизнью?» И Даши вдруг стало почему-то совсем не стыдно признаться чужому человеку, что да, таки обожглась. И теперь убегает в другой город от мужа. А ведь начиналось все из большой любви и романтики, но теперь нет уже той любви. И от романтики давно следов тоже не осталось. Оказывается, быть независимой женщиной, хорошей женой и заботливой мамой очень трудно без мужской помощи. Без его заботы и внимания, без, в конце концов, постоянной зарплаты. Вы, Антон, извините, конечно, за мои резкие слова. Но вот так у меня в жизни получилось. Вот такой горький семейный опыт. Очень надеюсь, что не у всех так, как у меня. Какое-то время они ехали молча. Затем Антон вдруг произнес. «Даша, послушайте, а может вы мне поможете?» – неожиданно спросил мужчина, и его голос звучал серьезно и немного смущенно. Даша саркастически улыбнулась, чувствуя, что этот разговор будет необычным. «Что такое? Долг платежом красен?» «Говорите уже!» «Буду думать, как платить по счетам!» – ответила она, не скрывая своей иронии. Антон не обиделся. Он понял, что Дарья просто защищается таким образом. «Вам палец в рот не клади!» – лишь усмехнулся он. «Но свою просьбу, или, как вы сказали, свой долг, я все же озвучу. Прошу вас, сыграйте роль моей невесты перед родителями. Я вас познакомлю с ними, и они на какое-то время успокоятся. Всего одна встреча. Прошу вас!» Даша, задумавшись, понимала, что ситуация не из легких, но и не могла не помочь человеку, который так выручил ее с Димкой. «То есть вы хотите, чтобы я сыграла роль вашей невесты?» – уточнила она, все еще недоумевая. «Да, именно так!» – подтвердил Антон. «Всего на один день. Мама и папа постоянно давят на меня, чтобы я нашел себе спутницу жизни. У них уже есть девушка на примете, которую они считают идеальной. Но я с этим не согласен, и надеюсь, что ваша помощь хоть на время успокоит их. «Хорошо, я помогу вам, но только на один день», – решительно сказала молодая женщина. «Завтра моя подруга с семьей уезжает в отпуск, и мне не с кем будет оставить Димку. К тому же, вариант невесты с ребенком, который ни ваш, не будет лучшим для ваших родителей». Антон облегченно выдохнул, понимая, что его просьба так и услышана. «Благодарю вас. Правда, всего на один день. Это очень важно для меня». Они продолжили разговор, и Антон, казалось, почувствовал, что может довериться Даше. «Знаете», – начал снова он разговор, – «у меня ведь была девушка, но я ее не представлял родителям. Мама как-то узнала о ней и сказала, что я делаю неправильный выбор. По ее словам, девушке было важно только одно – его деньги и положение. Я не верил, пока сам не убедился в этом. Она оставила меня. Едва появился богатый бизнесмен на горизонте. Родители намекали, что у них есть другая девушка на примете, в порядочности которой они не сомневаются. Она симпатичная и работает в папиной фирме. Но я отказался от такого сватовства. И на том вопрос был закрыт. А теперь мама использует запрещенные приемы. Все плачется, что внуков уже не дождется. Потому и прошу вас подыграть мне». «Хорошо. Но только на один день, завтра», – уверенным голосом ответила Даша. На следующий день Антон приехал за Дашей. Вера, ее подруга, помогла ей подготовиться к встрече, убедив, что нужно выглядеть на сто баллов. Когда Антон увидел Дашу, он был впечатлен ее метаморфозой. «Ты выглядишь просто потрясающе», – сказал он, не скрывая восхищения. «Мои родители будут в восторге». Даша улыбнулась, чувствуя легкое волнение. «Буду молчать, как рыба», – пошутила она. Но Антон серьезно ответил, «Нет, не надо. Просто будь собой. Родители должны увидеть тебя такой, какая ты есть в реальной жизни». Когда они приехали, родители Антона встретили Дарью, как старую знакомую. Оказалось, что она когда-то давно работала в фирме отца Антона, и именно ее родители хотели познакомить с ним ранее. Антон был удивлен и рад одновременно. После встречи Дарья вернулась домой, где ее ждала Вера. Она подробно расспросила подругу обо всем, что произошло, и сделала выводы. «Антон ведь тебе нравится. И ты ему тоже», – сказала Вера. «Не прячься от своих чувств. Решено, ты остаешься у нас. Немедленно разводись. И иди работать к своему бывшему шефу. Уверена, что все сложится. Он примет тебя. Ты же отличный и профессиональный дизайнер. А пока Димка не пойдет в детский сад, он будет с нашей няней. И ты не будешь прятаться от Антона». «Нет, если он тебе совсем не нравится, то тут я полный пас». Но, честно говоря, у меня большие сомнения на этот счет. Словом, пока все вот так. Вера мечтательно улыбнулась и резюмировала. «Ох, как бы я хотела побывать на твоей свадьбе». На мгновение она задумалась о том, что у Даши уже была одна свадьба, и резко переключила тему. «Но сейчас надо ложиться спать. Завтра утром у нас самолет. Но я буду все время на связи. И чтобы каждый день давала мне полный отчет, подруга». Вера сказала это шутя, пригрозив указательным пальцем. В итоге почти все так и получилось, как тогда расписала Вера. Антон стал приезжать к Даше каждый выходной, и он долго не решался сказать ей главные слова. Как он признался потом, просто боялся, что Даша откажет ему. Но когда она сама призналась в своих чувствах, парень почувствовал огромное облегчение. Он посадил в машину ее и Димку, который уже уверенно топал и всегда бежал навстречу, и повез их снова к своим родителям. Но этой встречи с родителями Даша очень боялась, ведь она ехала к ним уже не одна, а с сыном, и не была уверена, как их там примут, с таким-то багажом и в чужой двор. Однако ее опасения рассеялись, когда мама Антона присела перед Димкой и с улыбкой сказала «Ну, здравствуй, внучок, я твоя бабушка». Тут же и отец добавил «А я твой дед, дай-ка пожму твою руку, парень». Даша не могла поверить своим ушам и глазам. «Такое бывает только в кино», — подумала она. Но это было не кино, это была ее новая жизнь, и в этой жизни не было и не могло быть Эдуарда. Через год она увидела своего бывшего мужа в одном сюжете по телевизору. Он был на сцене, только не как музыкант, а как человек, сорвавший концерт известной рок-группы. Эдик, шатаясь, позорно залез на сцену и пытался вырвать микрофон у солиста. Но не смог, подбежала охрана, потом полицейские. Но хоть так Эдуард засветился на большой сцене. Даша смотрела на все это и думала, что бывший муж сам выбрал себе такую жизнь. И это право каждого. У нее же теперь своя сцена, под названием «Жизнь в любви и полной гармонии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова